Если не лучшим в стране, то по крайней мере уникальным станет Ивановский ЖД вокзал после реконструкции. Ход работы смотрел Станислав Воскресенский вместе с подрядчиком. Следить за преображением может любой посетитель. В ближайшие недели, например, обновят кассы. Возникло ряд вопросов к тем, кто этот вокзал строил. На предмет вообще соответствия, в принципе, каким-то строительным технологиям этого вокзала на момент его постройки. И вот коллеги даже этого не ожидали. Вы впервые такое видите? Да, да, да. К сожалению, скрывается поход уже строительство, реконструкция и обновление фасада. Вещи, которые затрагивают конструктив здания. Поэтому мы будем делать все качественно, не будем торопиться. Да, я сейчас специально не называю сроки. Мне кажется, нам всем важно, чтобы этот проект был сделан грамотно и качественно. Есть неприятные открытия, есть и удивительные. Строители обнаружили действующий кабель связи 1918 года. Его, конечно, заменят вместе со всеми коммуникациями. В Рио губернатор поделился с журналистами своими мыслями касаемо наполнения вокзала. Главное, говорит Станислав Ускресенский, сохранить душу здания. А чем занять огромные площади, должны подсказать жители. Это такая, наверное, галерея искусств, галерея проведения времени. Здесь самые разные идеи есть. Например, нам Российская ассоциация баскетбола предлагает здесь чемпионат России по стритболу провести. Даже такие идеи высказываются. Это не означает, что мы это уже решили. Но я говорю, что очень много людей откликнулось, увидев вокзал. Но прежде всего будем думать и советоваться жителям. Вокзал, как место для досуга, часть городского пространства, куда можно прийти не только для того, чтобы уехать или встретить близких, но и провести время. В России это не распространено. Иванов в данном вопросе решил ориентироваться на Европу.